Добрый день и спасибо, господин Рыбаков и господин Глиптерман. Приветствую Татьяну, Дарью и очень приятно видеть всех моих коллег, приветствую вас. Ну да, Аргентина, что касается природы, конечно, у нас уникальная природа, разница климатических поясов, экосистема, уникальная совершенно в мире. Север-юг, между этим находится Патагония с холодным климатом, заснеженные горы, нечто похожее на Россию, на некоторые районы. А на севере это тропический климат, иногда пустынный, засушливый, пампа, где вот в мясо как раз сосредоточена знаменитая аргентинская северо-запад, где выращивается виноград, виноделие развито. То есть, очень разнообразные, конечно, регионы, горы, которые можно посетить. Но прежде всего, для нас туризм одно из основных отраслей страны, и в условиях экономических трудностей нынешних в нашей стране мы хотели бы развивать туризм. И в дальнейшем сельский туризм в последние годы развивался, и там как раз сочетается вино, мясо, природа. То, о чем говорил посол Урвая, можно жить жизнью гауча, вот этого скотовода нашего, пастуха такого, да, конного. И европейцы вообще не знакомы с таким видом жизни в Европе, в России очень привлекают такой вид туризма, культурный туризм. И здесь мы танго, конечно, включаем, огромное количество школ танго и мелонги. Приезжает много европейцев из Северной Америки, из Азии. Приезжают многие учатся танцевать танго, петь танго и ближе познакомиться с музыкальной культурой нашей страны. Театр у нас очень интересный. Театр Колонн. Это знаменитейший и это очень важно в Латинской Америке. Кроме того, все это связано с разными формами туризма, которые мы развиваем, бизнес-туризм, экологический туризм. Всегда гастрономический туризм – это неотъемлемая часть. Это наш конёк, известный во всем мире. Футбол аргентинский. Есть маршруты туристические по клубам, основным стадионам. Лабока, известная, где некоторые звёзды мировые родились. Так что вариантов огромное количество. И когда вы приезжаете в Аргентину, надо чёткий план разработать предварительно, потому что иначе вы просто потеряетесь в такой массе предложений и интересных. У нас прекрасная инфраструктура для туризма со всего мира. Аэропорты, гостиничные сети. В этом отношении мы можем принимать огромное количество туристов. Очень динамичное развитие туротрасли в Аргентине. Есть сезоны, когда мода на водопады и Гуасу. То есть по сезонам распределяется. В этом году наш географик говорил о севере Аргентины, где можно услышать Гуарани, кстати. И сейчас это модно, потому что наш географик советовал эти места на севере Аргентины и сразу поток туда. Что касается туризма из России, в последние годы мы много принимали российских туристов, связанного, как и большинство латиноамериканских стран, поскольку безвизовый въезд для россиян, и в Аргентине тоже. И мы наблюдали, конечно, миграционные процессы, о чем мы здесь не будем говорить. Но огромное количество россиян приехало из села в Буэнос-Айресе. Есть уже русскоязычные кварталы, что ли, то есть где живут уже россияне в огромном количестве в Буэнос-Айресе, и уже магазины русские есть с русскими вывесками, и огромный спрос на переводчиков. Это интересно, такое движение в России, и для российского туризма тоже интересно, видимо. Ну вот примерно, о чем я хотел сказать. Спасибо. Спасибо вам огромное.